Тюменцы, которые пользуются услугами такси, могли заметить рост стоимости услуг перевозчиков до 40 рублей. Сами компании объясняют это тем, что отказываются работы с нелегалами и требуют от водителя разрешения на работу. А после его получения таксист обязан платить налоги и нести другие обязательные траты. Обезопасит ли такой подход пассажиров, знает Анна Княжева. Этого таксиста помогли задержать горожане. Они заметили, что мужчина ведет себя неадекватно и позвонили в полицию. Инспекторы остановили водителя на улице Дамбовской. 36-летний мужчина был агрессивен. Пришлось надеть на него наручники. Мужики, дайте сигарету, а! В его машине не было пассажиров, но это счастливая случайность. Автомобиль принадлежит компании-перевозчику. И у водителя должно быть разрешение на работу. Должно быть, но его нет. Это тот самый случай, когда у пассажира нет никаких гарантий, что он благополучно доберется до места назначения. Примерно, можно сказать, что порядка 50-70 тысяч заказов в сутки проходит. Это так вот в среднем, по моим подсчетам. Грубо говоря, что две трети выполняют нелегалы. А есть суперэконом в сетевых компаниях, которые ведро с болтами везет. За рулем человек, который вчера баранов пас, сегодня сел за руль. Там вообще суперэконом. Но как он везет и как доедет, это уже другой вопрос. Владелец компании Александр Артемьев принципиально не работает с нелегалами. У всех таксистов должна быть лицензия. Это, конечно, отражается на конечной стоимости поездки. Это и страховка, это и диагностическая карта, то есть прохождение медик, механик, налоги. Амортизация автомобиля. То есть не меньше 20 рублей за километр. Сейчас этой цены нет. Ее давно уже нет. И то, что мы пытаемся добиться, это увеличить хотя бы чуть-чуть в плюс. Фактически таксисты-нелегалы демпингуют, то есть сбивают цены. С нарушителями закона пытаются бороться. Но на 4226 легальных таксистов в области приходится в два раза больше нелегальных. Выявили, так называемые, два вида нелегальных перевозчиков. То есть первый вид, это у нас нелегальные таксисты, которые находятся на территории автовокзалов, ЖД вокзалов. И второй вид, получается, нелегальных перевозчиков у нас осуществляет свою деятельность посредством диспетчерских служб. И тех, и других выводят на чистую воду с помощью контрольных закупок. С начала года их прошло несколько десятков. К ответственности привлекли более 50 человек. Анна Княжева, Дмитрий Кондратенко, Тюменское время.